Музыка Жилую архитектуру Беларуси сложно представить без панельных домов. Они пользуются спросом не только на рынке первичной недвижимости, но и на вторичке. Современные панельки это уже не про однотипность, я бы даже сказал про индивидуальность. Они яркие, они отличаются друг от друга и формируют имидж целых районов. Что еще нужно о них знать? Устроим мастер-класс! Привет! Меня зовут Даша. Хочу попасть к вам в проекте. Мне интересно, как строят многоэтажные дома. Думаю, не только мне одной. Так что, надеюсь, скоро увидимся. Привет! Привет! Как дела? Спасибо, все хорошо, как у тебя? У меня тоже хорошо. Я, если честно, всегда думал, что тема строительства более мужская, нежели женская. Откуда такая заинтересованность? Ой, очень интересно и любопытно. На данный момент строим дом, поэтому хочется участвовать совместно со своими мужчинами. Вот почему. А расскажи немного о себе, о семье, чем занимаешься? Я работаю главным специалистом в Минской областной организации Белхим профсоюзом. Так. Вот замужем, есть сын. И вы строите уже свой дом? Свой дом, да. А сейчас живете в панельном? Да. Год постройки примерно знаешь? Примерно 70-х годов. Ну, то есть, времен СССР еще? Да. Ну, сегодня, я думаю, мы посмотрим, как делаются современные панельные дома. У нас очень интересная сегодня программа. Я думаю, что тебе понравится, раз ты заинтересованный и хочешь быть на волне со своими мужчинами. Да. Отлично. Ну что, идем? Идем. Пойдем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Павел. Дарья. Владимир. Очень приятно. Вы находитесь в строительном управлении 246. Значит, строительное управление состоит из монтажного пакутока и завода. Я так понимаю, что это у вас производственная база, да? А где вообще проектируют дома? СУ-246 входит в структуру ООО «МОПИД». На сегодняшний день «МОПИД» – одна из крупнейших строительных организаций Республики Беларусь. В структуре 17 подразделений, которые выполняют весь спектр услуг, начиная от проектирования домов, заканчивая вручением жильцам ключей. Давайте пройдемся на завод, переоденем вас, пройдем инструктаж по охране труда и добро пожаловать. Так, хочется сказать, есть. Каких-то особых ожиданий, наверное, сразу не было, но вот с первых минут был восторг. Здесь выводят плиты, тут их перегружают, то есть как бы сразу столько эмоций. Я сегодня тоже являюсь туристом. На таком производстве я первый раз. Даша, как ты думаешь, из чего состоит наш дом? Какие компоненты? Песок. Отлично. Арматура. Прекрасно. Бетон. Да, это уже конечная. Щебень. Щебень. Вода. Да. И цемент. Цемент. Молодец. Она все знала. Такое ощущение, что она подготовилась, когда шла на это производство. Не то, чтобы я их удивила, я же называла так, чисто с какой-то своей логической цепочки. То есть я же не была уверена на 100% из чего сделать цебетон. Да, примерно так, где-то что-то видела. Ой, у вас тут пыльно и шумно. У нас по средствам железной дороги подставляется вагонок в четверг. Сколько примерно вагонов в день приходит со щебнем? Может прийти 6 вагонов. Это сколько тонн? Где-то 6-70 тонн вагон. 6-7. Один вагон? Да. А приходит 6-7 вагонов? 6-7. Может 10 вагонов прийти. Но они не приходят и каждый день. Неделю два раза. В сутки уходит 240-250 тонн в щебне. А вот остальные ингредиенты. Арматура, песок. Песок автомобильным транспортом подставляется на территорию завода. Ближайших карьеров возле Минска. Хорошо. Пойдемте. То есть у нас получается щебень Микошевичей. Карьеры ближайшие возле Минска. Песок. Арматура. Жлобин. Жлобин. И цемент. Белорусская цементная компания. Все полностью белорусское. Вот сюда в бункер выгружается песок. У меня один вопрос. Завод я вижу наверху. То есть вот эти бункеры находятся где-то под землей? Вот здесь бункер, да. Может там какие-то еще и ходы у вас есть? Конечно, есть проход. Есть, да. Есть проход. Транспортерная лента. Это все под землей? Все под землей. Такого поворота события я точно не ожидала. То есть, что там есть какие-то тоннели, есть какие-то проходы. Ну, то есть на самом деле, то есть круто. Очень круто. А это, наверное, складывается, да? Это вот транспортерная лента поднимается. Да, да, да. Которая идет на складывается уже. Там же внизу еще подвал. И там и который подается, да. Там работают люди. Все, наверное. Но туда попасть мы не можем. Ну, во время работы, конечно, нет. Туда нельзя. Что надо ждать дальше? А дальше лаборатория берет на анализ. Входной контроль делает и песок, и щебень. Все, все, все. Ну, вот лаборатория, что я там увидел? Как просеивают песок? Мне не дали ничего сделать, потому что всю инициативу взял на себя Даша. А мне, вы уже знаете, нравится наблюдать, как остальные работают. Берем наш подгончик. Высыпаем, крышечку одеваем. Зажимаем. Давайте я помогу немножечко. Опа. Придерживаем. Крутелочку. Крутанем. Все. Вот и все. А почему так быстро? Потому что электроника у нас. Снимаем. И теперь каждая сита по отдельности. Так, смотрим, что у нас в большом. Есть что-то? Есть что-то. Куда мы это высыпаем? На весы. Я сначала не понял. Я подумал, что вот взяли 2 килограмма из партии. Просеяли их. Оказывается, нет. Сначала просеивается из 2 килограммов крупная фракция. Позже из этого просеянного берется килограмм. И просеивается еще мелкая фракция. Буквально видел даже пыль этого песка. Все, песок мы просеяли. Теперь по формуле мы высчитываем, какой модуль. То есть ты понимаешь, что мы каждую часть фракции считаем? Да. На какой-то определенный коэффициент умножаем? Складываем все вместе и делим на тысячу. У нас модуль крупности 3,25. То есть песок у нас до 3,5. Ну, прекрасно. Прекрасно. А так берем? Берем. Все. Да. Очень интересно. Вы же не только песок проверяете? Нет. Мы можем сейчас показать арматуру на относительное удлинение. Оно где-то прямо растягивается? Но оно как-то должно лопнуть или что оно должно быть? Да. Еще пока нет, да? Еще можно расставиться? Да. Сейчас еще скорость увеличим. А арматура именно идет определенная по толщине? Нет, ну с разным диаметром испытывается. Разный, именно каждый испытывается, да? Сейчас до 25, да? Нет, вообще до 25 миллиметров. Вот уже начинает по-тихому. Было самое сложное ожидать, когда вот она уже лопнет. Тебе говорят, вот-вот, 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 сейчас это будет. Ай. Слышно, ладно. Еще нет, да? Вот если бы у нас 25, то там страшно. Там страшно. Почему? Потому что так громыхает. Так, а сейчас выкуйте. 14-ка. Вот, смотрите, она даже изменяется у нас арматура. Так, вижу я где уже. Да! Опа! Все! Вы говорили, что будет тихо. Это тихо. Это не тихо. Это очень тихо. Это было настолько неожиданно и пугающе. Кепка себе подлетела. Я на стол себе от шока чуть не улетела. Жаль, что я смогу только после посмотреть на себя со стороны. Все. Спасибо. Спасибо за эмоции. Я домой. Сиди на складной? Ну, как вам сказать? Вот когда закладные, вот там это страшно. Это нормально. Признаюсь честно, было и самому страшновато. И неожиданно. Экстремально, очень экстремально. Погоди, сходи. Дарья, Павел. А вот теперь мы находимся в главном производственном корпусе. Вот наш начальник цеха арматурного, просто красавица, передовик. Надежда Ивановна, святая женщина, по-другому не могу сказать, руководить мужским коллективом, да еще на мужском строительном производстве. Не женская профессия, абсолютно. То есть арматура, варить, это вот все, ей респект. Я так понимаю, что вы делаете сердцевину панелей. Да. На чем это все и держится. Да. Варим каркасы, делаем петли. 350 тонн металла перерабатываем в месяц. 50 тонн металла в месяц. 350 тонн металла. А, 350. Я не расслышал. Я уже плохой сотрудник. Я не слышу начальника с первого раза. Масштаб зашкаливает, конечно, на заводе, но я такого не видела. Это было что-то для меня новое. А для чего такой каркас используется? Эти каркасы идут на стройку. Это товарная арматура. Мы делаем монолитный пояс. Вот эти каркасы, они переворачиваются. И на нее раскладывается нижняя герметика. Заливается пуками дома. Это, естественно, это уже... Готовое для посетения. А без снег. Видите, здесь арматура рифленая. Рифленая. Да. А есть у нас еще арматура гладкая. А мы проверяли гладкую арматуру. Куда она? Это идет на пепке. На пепке. Для подъемной, чтобы железобетонное изделие можно было перебегать. Я не понял, это вот эти передки, которые поднимают кран. Вот вам что. Как мы, можно сказать, очень вашу проверяли. Когда каркас из арматура готов, вот здесь уже и начинается производство панели. Ну, естественно, еще и замешиваемся. Можно даже посмотреть на компьютере, что происходит внутри. Как вмешается бетон? А бетон всегда одинаковый по составу? Или он как-то отличается? Он в зависимости, совершенно верно, Наташа. Бетон отличается в зависимости от продукции. Если это в лице перекрытия, идет одна марка бетона. Если это сваи, совсем другая. Процесс замешивания бетона как бы очень удивил в плане времени. То есть, как-то никогда не задумывалось о том, что 30-40 минут, и бетон может уже начать схватываться. Что это нужно делать все быстро и оперативно. Я так понимаю, что мы с вами сейчас на первом этапе производства панели. Совершенно верно. Это инновационный проект. Оператор управления задает размеры, которые требует проект. Робот, в зависимости от этого, выставляет подбитную опалубку далее. Он наносит на стол отметки, где в будущем будут проходить кабель-каналы для электрических выключателей наших розеток. Для меня было открытием, что это делают роботы. Исключают абсолютно человеческий фактор и человеческие ошибки. Здесь мы можем выпустить любое изделие, любой конфигурации. Толщина может быть от 160 миллиметров до 500 миллиметров. Хотите окна в пол, можем сделать окна в пол. Любые проемы любых размеров. А круглые? Можем и круглые. Серьезно? Почему-то мне казалось, что вот есть какая-то стандартная пресс-форма, куда заливается. И вот это вот потом этот конструктор собирается. То есть было на самом деле познавательно. Смотрите, здесь уже практически финишная стадия. Наш каркасик, кабель-канал, в котором будет пролегать будущее электропроводка. Петли даже, как бы интересовались с гладкой арматурой. Этими отличается новая современная технология от старых панелек. Я смотрю, что у вас электрические коробки возле каждой панели. А я так понимаю, что они потом будут крышкой выходить наружу, чтобы могли электрик подлезть? Да, можем отправляться и залить в электропроводку. После того, как залит бетон, начинается виброуплотнение. Это для того, чтобы распределить бетонную смесь равномерно. Позже подключается виброрейка, уходит лишний воздух. Соответственно, нет никаких пробелов в плите. Даша, как ты думаешь, что дальше происходит с нашим изделием? Мы должны его подсушить? Совершенно верно. Изделие заходит у нас в умную установку. Наша микроволновка, печь. Если проектная прочность бетона набирается в течение 28 суток, то при определенных технологических условиях, это температура 40 градусов по Цельсию и влажность, у нас 50% происходит набор прочности за 11-12 часов. Сейчас панели вышли из этого шкафа. И почему они отправляются в другой? Это что такое? Наша умная духовка разделена на две секции. В первой секции предварительное твердение, где питон схватывается и происходит шлифовка поверхности нашего изделия. Дальше микроволновая печь забирает изделие и транспортирует его во вторую ячейку, где происходит окончательное твердение. Машина сама знает, когда высох. Машина сама знает, она умная, знает, в какую ячейку ей поставить изделие, с какой ячейки этой изделии изъять и сколько нужно времени для набора прочности и дальше транспортировать на склад готовой продукции. Так, если мы посмотрим, что примерно 2-3 панели помещаются на этот стол, а сколько получается ячеек? До 40 столов. Это с учетом того, что на столе могут находиться и одно изделие, и три изделия. Ну, давайте по минимуму убрать, да? Да. 40 столов таких, по 2 панели. 80 панелей. Примерно 80 панелей. Плюс-минус. У меня, как парня, что удивило? Новые разработки. Настолько продуманный, если взять фасад уже с отделкой, а это оказывается не отделка, это моментально они делают из того же бетона, что мы видим. Тут же может быть фасад уже и с плиткой готовой, где ровно по определенному лекалу все это кладется и делается. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Если это любил вас, нам необходимо провести операционный контроль по прочности бетона. Штангель-циркулем умеем пользоваться? Я помогу. Помогу. Нам надо замерить. Меряем. Образец. Вот. Так. 10. Вот у нас. Всех нужно... С трех сторон. А, с трех сторон. Вот так. 10. Прекрасно. А теперь что мы делаем? Взвешиваем кубик. Взвешиваем. 275. Норма? Норма. Будет сейчас как с арматурой? Предупреждайте сразу. Все. Рычажок вниз опускаем. Ой, там треснуло что-то. Все, так и должно быть. А почему мы его тестировались до полного разрушения? Чтобы узнать окончательные прочностные характеристики у него. Показывать прочность или нет. Если нет прочности, мы никогда не отдадим изделие на стройку. Все. Спасибо, это мне. Прочность. Показывает. Все, получается, раз у нас панели качественные, мы идем их грузить. Да. И отправлять на стройку. И отправлять на стройку. Да. Здравствуйте. 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 Алексей. Дарья. Очень приятно. Мы прямиком с завода к вам на стройку. Так, одените, пожалуйста, касочки. Хорошо. Так, это вроде как поменьше. Ну, рассказывайте, что вы тут строите? Строим пятиподъездный восьми-девятиэтажный дом. А почему восемь-девять этажей? Все по документации, понимаешь? По-другому никак. Может быть, грунты не выдерживают, поэтому здесь только восемь этажей. А может быть, чтобы свет в садик не закрывал солнце. Тут же садик рядом. Может, из-за этого и эта часть восьмиэтажная. А, это тоже важно, да? Да. Мы посмотрели, что вот панели делают по современным технологиям. Панель идет трехслойная. Раньше была минвата в панели. Она как-то оседала, проваривала со временем. Была пустота? Да, и была пустота. А сейчас делают трехслойную панель и внутри пенопласт. А, то есть это будет долговечная шумо-изоляция, тепло и все. Ух ты! Ну, пойдем наверх. Сейчас тогда зацепим панель, покажем, как монтируем. Да? Отлично. Мы только за. Так, это мы сейчас на самый верх идем, да? А какой это этаж будет? На доме. А сколько вообще такой дом можно сложить, если я правильно выражаю? По времени. По времени. За год. За год. А на одну панель по времени, то, что она по сколько уходит? Минут 20. Минут 20 на одну панель. Не поздно, какая панель. Куда перекрыть, для нару, для внутренней стены. Внутри разных размеров, для разных панелей. Разное количество времени. Да, вот вы идете, у вас даже отдышки нет, а я уже что-то... Хотите быть спортивно подготовленным, идите работать на высотную стройку. Идем. Иду, иду. Какие виды. Я всю жизнь прожила, как бы не выше третьего этажа, и когда так высоко поднимаешься, вот увидишь эту всю красоту, этот весь простор, то есть дух захватывает. Не страшно, кстати, Даша? Нет. Нет, нормально себя ощущаешь? Все лично, да. Когда свою квартиру принимал, уже приходилось небывать на стройке, поэтому для меня здесь ничего не нового. Я даже, можно сказать, ориентируюсь легко и в каких-то моментах мог подсказывать Даше, где мы сейчас находимся. Здесь это коридор, так понимаю. Это общий коридор, литовой пол, да. Так, вот здесь у нас что? Это тамбур. Тамбур. А это уже квартира? Это уже квартира. Можно ли представить примерно, где какая комната будет? Ну, судя по вентиляции, вот здесь, это, наверное, либо санузел. Это ванна, туалет, кухня. О, как чувствовал, как знал. То есть балконная панель у нас идет на спальню все-таки, да, я думаю, на кухню будет. Скажите, а сколько весит данная панель? Балконная весит 2 тонны, торцевая наружная весит 3 тонны. А для чего вот есть упоры? Упоры. Ну, это специальные подкосы для монтажа. С помощью этих подкосов, они на резьбе крутятся, можно устанавливать по уровню эту панель. Эти подкосы можно снимать, потому что уже соберется полностью этаж, перекроется, сбетонируются все стыки, перевариваются все узлы. А сколько за рабочий день устанавливается панель? Панелей 20-30. Несколько квартир, скажем. Да. Так, это, я понимаю, тамбур, да? Прочий тамбур, да, но две квартиры. Однокомнатная. Однокомнатная. А здесь? Сам все когда-то, даже где-то частично своими руками что-то делаешь. Подскажите еще, как будут сдаваться квартирам? Какие тут еще коммуникации будут? Ну, полы уже как бы под ноль чистка, на них стелится линолеум или ламинат. Эти русты все отделочки потом позамазывают, сантехники еще проведут отопление, а на стенах обои, а потолки сейчас у нас покраски ведутся. И так, я так понимаю, что ты теперь в своей семье будешь экспертом после сегодняшнего дня. Конечно, теперь я смело смогу поруководить. Стройкой. Стройкой, да. Если раньше муж говорил, не грешай, то теперь будешь ты ему так говоришь? Да. Теперь я, да. Какая-то нам удалось тебя порадовать сегодня. Научилась ты многому, да и сами мы научились тоже. Спасибо вам огромное за такую возможность, за такой прекрасный день. Ну и, естественно, за кучу эмоций положительных. Теперь вы знаете, как строятся панельные дома и с чего они состоят. А если вы хотите побывать там, где еще не будет, под героем нашей программы, записывайте шок-видео, присылайте его нам. И мы вместе узнаем, как это сделать.